Русские изобретения – это величайший вклад в мировую культуру. Можно гордиться изобретением лампочки и других нужных вещей, но гораздо интереснее и справедливее узнать, что наши великие предки привели в порядок Солнечную систему и колонизировали несколько планет, в том числе и эту Землю. Будучи как-то в гостях у своего близкого друга, я был ошеломлён невероятной картиной, открывшейся мне в ходе беседы с его юным сыном, чьим крёстным отцом я являюсь. Образовавшийся в результате русофобческой и русоборческой политики нашего государства, и в особенности Министерства якобы образования, картине мировосприятия наших детей. Перескажу сам диалог, состоявшийся у меня с почти одиннадцатилетним мальчиком, который меня так поразил. Данила, танка, так зовут моего крестника, позвал меня к компьютеру, за которым он играл в какую-то игру, чтобы показать мне великолепие своего игрового танка, на котором он виртуально сражался. Взглянув на танк, я похвалил его за победы в игре и пожурил за то, что он выбрал для себя модель Abrams, которая является американской, а не один из наших танков, которые по многим характеристикам превышают идентичные модели западных производителей. На этом моё замечание он ответил, что американские танки ему нравятся. Но не буду же я опускаться в сравнительно описательные характеристики танковой техники, углубляясь в историю войн и военной промышленности из-за вкусовых предпочтений одиннадцатилетнего мальчишки в компьютерной игре. Поэтому, пожав плечами, я, возвращаясь к чтению какой-то книжки, решил промолчать. Однако, уже отходя от стола, за которым сидел Данила, совершенно неожиданно в моей памяти всплыл исторический факт об изобретении танка англичанами, о чём я и сообщил своему юному крестнику. Услышанное в ответ меня поразило, заставило вернуться и продолжить беседу. А сообщил он мне следующее. Оказывается, что всё в мире придумано американцами и европейцами. Что русские никогда ничего не создали и не в состоянии что бы то ни было создать. Что всё самое лучшее и нужное создавали именно американцы и европейцы. А русские у них всё только покупают. И так далее, и в том же духе. На мой вопрос, а с чего он это взял и кто ему такое сказал, он ответил, что это знают все и все так говорят. Я задумался, кто эти все в сознании 11-летнего ребёнка. Детский сад, школа, телевизор, друзья-товарищи, свои родители и чужие родители и вообще более взрослые люди, которым, как якобы много знающим, доверяют дети. Конечно, я сразу же начал вспоминать великих русских учёных и изобретателей, перечислять их бесконечные заслуги. Менделеев, Попов, Сикорский, Королёв, Пирогов и многие другие, о которых мог сходу вспомнить. Ребёнок слушал меня с открытым ртом, широко раскрытыми от изумления глазами, в которых проскальзывало недоверие и невероятным интересам. Он просто не подозревал всего этого, о чём мне и сообщил в конце разговора. Оставив Данилу в его недоумении и продолжении игр, я вернулся к чтению. Однако текст не воспринимался, а в голове у меня всё прокручивался этот состоявшийся разговор. Меня переполняли чувства, я был в негодовании. Через несколько дней в разговоре со своим другом, отцом Данилы, я вспомнил об этом случае и пересказал его родителю моего крестника. Подытоживая разговор, я предположил, что моему другу следует уделить более пристальное внимание воспитанию сына и постараться устранить эти ущербные пробелы в мировосприятии. Как оказалось, мой друг был искренне поражён моим пересказом, особенно в том, что танк изобрели англичане. Конечно, в целом он совершенно со мной согласен. Более того, сам бы хотел устранить пробелы в своих знаниях, хотя, конечно, о русских победах и степени вклада в мировую культуру он прекрасно осведомлён и бог с ним с танками. Тем более, что как молодой учёный, он сам имеет непосредственное отношение к русской науке и её вкладам в историю. Такова предпосылка этой статьи, которую я хочу вам предоставить, а точнее того перечня русских побед и вклада в мировую культуру, которую вы найдёте ниже. Если вам известны интересные факты из истории изобретений и открытий, совершённых представителями русской цивилизации, если вы следите за новыми выдающимися открытиями, а также для того, чтобы сохранять и накапливать такие факты, свидетельствующие о величии русской цивилизации, то подписывайтесь на мой канал и делитесь со всеми этой информацией. Будем вместе готовить базу для воспитания будущих поколений в русле любви и приверженности к своему народу. Под этим видео я оставлю ссылку на полезный материал. Спасибо за внимание и всего вам доброго!